Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своём канале! Ну что ж, я очень много времени и контента своего видео посвящаю прекрасным итальянкам. Сегодня я хочу посвятить видео прекрасным своим русскоязычным зрителям, как я часто называю, кто-то уже имеет другое гражданство, не страны, в которой мы все родились и выросли очень многие. Сегодня я посвящу это видео тому, чему же завидуют итальянки, когда речь заходит о русских женщинах, когда они нас видят. И здесь могу сразу сказать, что для итальянок русские женщины — это все женщины, которые говорят на русском языке, которые имеют так называемую славянскую внешность. Соответственно, это выходцы, точнее, мои, получается, мои сограждане, как из России, так и из Украины, но также из многих-многих других стран, которые исторически говорят на русском языке так же, и где люди, в общем-то, живут, имея вот действительно так же, как и в Америке, свои корни, которые происходят на самом деле отовсюду, потому что история, конечно же, наложила свой отпечаток на то, как мы выглядим, на то, как нас воспринимают. Итак, первая вещь, которой завидуют итальянки, совершенно точно вам могу сказать, это меня удивляло, но потом я поняла, почему, потому что, повторюсь, настолько меня это удивило, что я стала, что называется, присматриваться. Поскольку я человек, который проводит много месяцев на море, я могу разгадывать своих подруг итальянок вблизи, и что называется, я поняла, что действительно разница есть. Итальянки совершенно точно завидуют нашей коже. При этом очень многие могут подумать, что они завидуют нашей коже на лице, и это действительно так. Но больше всего они завидуют нашей коже, вы не поверите, на теле и в районе бедер, в районе голени. То есть наши ноги, кожа на ногах вызывают у итальянок действительно изумление. Они очень завидуют такой коже. И когда я спросила и попыталась, в общем-то, выяснить, когда мне первый раз это сказали, две итальянки бы разговаривали, обе были на велосипедах, остановились поздороваться с другой итальянкой, и, соответственно, мы все были в коротких шортах, было жарко. Они мне сказали, что вот эта кожа, точнее, другая итальянка, моя подруга говорит другой моей подруге, посмотри, посмотри, какие у нее ноги, какая у нее кожа на ногах. У нас кожа более тонкая, она как будто бы полупрозрачная. И самое главное, из-за того, что у нас вот такие волосы, как я часто говорю, проблемные, славянские, легкие, тонкие, пушащиеся и так далее, у нас везде такие волосы. Я могу сказать, что итальянка даже, которая вышла из салона после восковой, допустим, депиляции, имеет черные точки, потому что волосы совершенно другие, они очень плотные. И какой бы метод депиляции не выбирала итальянка, всегда ее кожа будет, скажем так, смотреться, как будто бы там имеются какие-то черные точки. И действительно, кожа на ногах, на ногах, она другая у итальянок, не могу объяснить, но у нас кожа более нежная, более фарфоровая, полупрозрачная. Действительно, это предмет гордости для любой славянской женщины. Та кожа, которую мы имеем не только на лице, она очень отличается от той кожи, которую имеют итальянки, но и также кожа на теле. Следующий предмет нашей гордости и зависти итальянок – это наши волосы. Вот такие славянские волосы, как у меня. Я много раз рассказывала, цитировала, как мой парикмаркер итальянка, которая долгое время смогла поддерживать блонд на моих волосах. Был первый раз, когда я приехала сюда в Италию, точнее, был первый раз в моей жизни, когда блонд у меня вышел холодным, нежелтым максимум. Это был такой очень красивый оттенок колоса, забыла сказать. Оттенок, получается, забыла, как называется по-русски. Не суть важна. У меня был красивый блонд благодаря ей, потому что до этого в Москве, даже если я красилась в дорогих салонах, либо в недорогих салонах, у меня все время получался блонд буфетчица. Так вот, именно от нее я и стала получать первые комплименты. Именно она и научила любить меня свои волосы, она всегда говорила. И это был не дежурный комплимент, поскольку я очень долго с ней общалась, очень долго была ее клиентом. Она мне все время говорила, и я смогла убедиться, что она искренне это говорит. Она говорила мне, что, Яна, у вас волосы, вот у тебя волосы, как у принцессы. И я не могла понять, что она имеет в виду, пока однажды не спросила. Не спросила ее, она говорит, ну вот они такие легкие. Их расчешешь, куда положишь, они там и лежат. Они очень податливые. Они сами по себе имеют объем, потому что вот они такие пушистые. И когда стала я ей говорить свои претензии к своим волосам, это, конечно же, реакция на влажность очень сильная. Это, конечно же, то, что они пушатся. Это, конечно же, то, что я не могу позволить себе тот оттенок волос, который мне очень хочется иметь. Она мне все время говорила, но у вас волосы, у вас волосы прекрасные сами по себе. Вы как принцесса, она все время мне говорила про русскоязычных, как я люблю говорить, про славянские женщины, женщин с славянской внешностью. И могу сказать, что вот эта характеристика волосы, как у принцессы, заставила меня на свои собственные волосы посмотреть действительно, как на волосы у принцессы. Потому что если мы возьмем какие-нибудь даже диснеевские мультики, мы вспомним и будем иметь в виду, конечно же, в наше представление принцессы это волосы пушистые, развивающиеся. Ну, крайне-крайне редко принцессы бывают с такими прямыми волосами, тяжелыми. И, в общем-то, да, то есть не славянскими волосами. Поэтому могу сказать, что итальянки в большинстве своем завидуют нашим волосам. Потому что, чтобы иметь вот такие кудри, именно волну, а не кудри точнее, им, конечно, приходится очень много над своими волосами работать и трудиться. И очень часто на их плотных волосах невозможно достичь вот такого эффекта, такой легкой прически, за которую, кстати, меня часто критикуют здесь на канале. Еще одна причина зависти, наверное, это самый главный пункт для тех итальянок, которые часто видят русскоязычные пары, славянские пары, это наши мужчины. То, как наши мужчины выглядят, будет темой отдельного видео. Оно так и будет называться, почему русские мужчины выглядят хуже, чем итальянцы. Очень многих заголовок такой, наверное, может даже обидеть, как некое аффирмативное заявление. Но в этом видео я расскажу прежде всего, укажу на две причины, которые, на мой взгляд, являются как раз-таки источником того, что наши мужчины плохо выглядят свои 30 лет гораздо хуже, чем итальянцы. Ну, соответственно, кто эту информацию сможет принять, посмотреть на ситуацию под другим ракурсом. Видео, на мой взгляд, обещает быть интересно. Так вот, наши мужчины очень галантны. Посмотрите на этого итальянца. Вот, наверное, в большинстве случаев представление об итальянском мужчине это представление о мужчине, который выглядит вот таким образом. Я живу в Италии достаточно долгое время, это уже более 10 лет. Я могу сказать, что на моей памяти есть только один случай, когда итальянский мужчина меня пропустил в дверь. То есть он передо мной дверь открыл и помог мне пройти. И этот мужчина, на самом деле, он действительно очень галантен. Он настолько галантен, я просто неплохо его знаю, что он вообще вот этой своей галантностью очень не похож на итальянцев. Потому что, конечно же, итальянских мужчин, совершенно точно могу утверждать, отличает вот какая-то грубость в общении и даже негалантность, и даже какая-то невоспитанность. То есть чтобы итальянский мужчина пропустил тебя в дверь, чтобы он тебе эту дверь придержал, чтобы он тебе помог выйти из машины, чтобы он вообще оказал тебе какие-то вот такие знаки внимания воспитанного мужчины, это практически невозможно встретить. То есть итальянский мужчина, при том, при всем, что он очень выглядит импозантно, красиво, как мачо, как угодно, все это можно характеризовать. То есть вот эти все мужские характеристики ему внешне присущи, на поведение это вообще никак не отражается. Поведение итальянских мужчин очень часто, на самом деле, ставит меня в тупик, как женщину достаточно воспитанную, как женщину, выросшую в другой стране, привыкшую к несколько другому отношению. Могу сказать, что как раз-таки отношение русских мужчин к нам, россиянкам, у итальянок вызывает зависть. Они бы тоже хотели, чтобы к ним так относились. Так это, повторюсь, элементарное какое-то воспитание, помочь женщине днести сумки. Очень многие мои зрители обратили внимание, я снимаю на стрит-стайле пары, пара состоит он-она, она несет два пакета, потому что я снимаю рядом с рынком, рядом с рынком, и с рынка что-то там несется в этих пакетах. Он же идет, как правило, без единого пакета. То есть вот итальянцу не придет в голову, не пропустит тебя в дверь, не помочь тебе с сумкой, не помочь тебе с пакетами, вообще не помочь тебе даже с чемоданом. Вот элементарно, я вижу, очень часто мы ездим в Венецию на поезде, чтобы кто-то помог своей женщине чемодан. Итальянцы, кстати, очень интересно путешествуют, у каждого свой небольшой чемодан. Так вот, чтобы итальянец помог чемодан своей партии, получается, своей... Так вот, чтобы итальянец помог своей девушке, своей женщине, с которой он путешествует, просто чемодан с перона поставить на... Соответственно, в поезд донести, я такого ни разу не видела, вижу все время, как он поднимается с чемоданом, ну и она где-то за ним, поскольку она слабее, она, как правило, за ним поднимается с этим чемоданом, сама его, в общем-то, ставит туда, куда ей нужно дотащить свою барахлишко. На самом деле, итальянские мужчины очень базатно выглядят, но в поведении они совершенно другие. Я всегда говорю о своем муже, говорю, ты за меня можешь быть спокойнен, когда оставляешь меня здесь, в Италии. Я себя с итальянским мужчиной, в том числе по этой причине, потому что они такие и в семье очень часто. Я себя просто не представляю. Я все-таки больше, скажем так, за внешнюю оболочку более скромную, которую к тому же можно поменять, но за внутреннее наполнение, потому что внутреннее наполнение, его вот как раз-таки не поменяешь, никак не повлияешь. Это уже исходит действительно из воспитания и из того, скажем, общества, в котором растет будущий мужчина. Но еще одна вещь, про которую мне часто говорят мои итальянские подруги, либо просто очень хорошие знакомые, итальянки завидуют нашему спокойствию. Мы производим на них впечатление очень спокойных женщин. Там, где итальянская женщина, уже будет выяснять отношения со своим итальянским мужчиной. При этом нужно отдать должное итальянским парам. Они, что называется, громко ссорятся, громко ругаются, но это не переходит, скажем так, за грань прямо-таки конфликта. То есть это именно выяснение отношений, выяснение позиций, очень часто с бурной жестикуляцией, с повышением тона. Но на самом деле, если вы знаете хорошо итальянский язык, либо даже бегло, вы поймете, что пара не ругается. То есть они вот таким образом доказывают очень экспрессивно свою позицию. Так вот итальянские подруги мои очень часто мне говорили, Яна, ты такая спокойная, ты, наверное, никогда не кричишь на своих детей, говорили они мне. Я действительно не кричу на своих детей, но я ни разу не слышала, чтобы итальянские мамы кричали на своих детей. Да, они повышают голос, но это повышение голоса тоже нужно отдать итальянским мамам должное. Оно никогда не имеет, скажем так, контекст унижения, контекст силы. Я на тебя, мой ребенок, сейчас кричу, ты бедно испугаешься. Нет, они повышают голос, когда, допустим, есть опасность, когда они очень экспрессивно пытаются донести до своего ребенка, что была ситуация, которая не должна повторяться. Повторюсь, как правило, это состоит, контекст этой ситуации состоит с безопасностью, связанной с безопасностью ребенка. И вот залядские подруги мне говорят, слушай, Яна, как ты со своим мужем тоже всегда так общаешься, он тебя никогда не раздражает, так они меня и спрашивали. И могу сказать, что это спокойствие, которое свойственно внешне русским женщинам, потому что все-таки в кругу семьи мы можем быть и тоже можем часто позволяем себе излишнюю эспрессию, но тем не менее, вот это внешнее спокойствие, оно очень очаровывает итальянок. Это совершенно точно то, чем хотели бы обладать мои итальянские подруги, знакомые. Это вот такой вот, скажем так, таким спокойным внешним видом, такой спокойной реакцией на очень многие события, которые происходят вокруг меня, в которых одни наблюдают меня, но и других славянских женщин, потому что совершенно точно нашему внешнему хотя бы спокойствию итальянки завидуют. Ну что ж, вот такой список, как вы видите, нам есть чем гордиться, нам есть чем вызвать повод зависти. Даже у таких прекрасных женщин, как итальянки, они действительно в очень многом, на мой взгляд, выигрывают у многих женщин, у многих других наций. Это прежде всего аспект материнства, это прежде всего аспект общения с собственными детьми, ну и также то, как они умеют одеваться, миксовать одежду, выглядеть в определенном возрасте слегка за, у меня лично вызывает и уважение, восхищение одновременно. Но, повторюсь, нам тоже есть чем гордиться, и, как я часто говорю, как раз-таки эмиграция, позволяет увидеть определенные аспекты, которые тебя очень и очень обогащают. Ты можешь взять лучшее из одной нации и присоединить то, что ты видишь, то, что тебе нравится, в другой нации. Поэтому, да, эмигрантство — это удивительный опыт, который, правда, не для всех. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.